Добро пожаловать на виртуальный тур развития холодовой цепи поставок в Центральной Азии. Представляем вашему вниманию серию образовательных видеороликов по теме холодовой цепи. Авторитетные эксперты с большим опытом работы в этой отрасли поделятся своими знаниями и откроют профессиональные секреты, которые помогут вам обеспечить качественное хранение и логистику продукции, чтобы удовлетворить запросы потребителей и успешно развивать ваш бизнес. В этой части мы поговорим о вопросах управления и замера температуры в холодильных и морозильных складах, а также рефрижераторном транспорте. Важно, чтобы сотрудники склада прошли подготовку по определению характеристик, что фрукты и овощи могли быть неправильно обработаны до поступления на склад. Они должны быть обучены распознавать характеристики, которые могут указывать на сбор урожая ненадлежащей зрелости слишком рано или слишком поздно, возможно, неправильное обращение с продукцией в послеуборочный период или в период переработки, использование неподходящей упаковки и упаковочных материалов, несвоевременное использование удобрений и средств защиты растений. Порчи при заморозке, в принципе, не должно образоваться. По простой причине, что если продукт заморожен и технология соблюдалась, температурный режим соблюдался, то продукта ничего не будет. Если же продукт битый, мятый, то его нужно заблокировать, утилизировать. Другого варианта невозможно, потому что целостность упаковки и сливца самого пакета, она нарушена. Пока, как говорится, не набьешь шишек, не поймешь, что нужно делать. И когда, в общем-то, это все в теории, это все выглядит, а может быть надо, а может быть не надо. Но когда сталкиваешься в реальной жизни с такими вещами, что сбор произошел не вовремя, что неправильно была соблюдена агротехнология, что что-то не удобрили, какие-то минеральные удобрения не внесли, или защита растений была неправильна. Или, допустим, при хранении яблоки сразу не поместили в хранилище, а они сутки или двое простояли в саду под солнцем. Многие прошли, к сожалению, через опыт, уже понимают, что очень важно следовать правилам. И, безусловно, качество плодов, я считаю, на сегодня в разы уже лучше, выросло. И они, в общем-то, плоды имеют очень высокую конкурентную способность на рынке. Какие бывают болезни в холодном хранении? Старение, черная гниль, синяя и зеленая плесень, переохлаждение, замораживание, послеуборочные вмятины. На нашем складе не образовывалась плесень, мы два раза в год делаем забор анализов смывов, и мы понимаем, есть у нас какие-то критические вещи или нет. В принципе, этого достаточно для того, чтобы обезопасить продукт питания. Растение и плод – единая живая система, поэтому только на основе современных знаний в области физиологии и биохимии представляется возможность путем целенаправленного использования комплекса экологических, биологических, агротехнических и технологических факторов управлять продуктивностью, качеством и лишкоспособностью плодов на разных этапах жизни, производство, уборка, хранение, товарная обработка, доведение до потребителя. Существует множество различных типов продуктов питания, и у каждого из них есть свои, особые требования для поддержания высокого качества во время хранения. Технология сохранения пищевых продуктов – это использование операций, направленных на продление срока хранения пищевых продуктов путем снижения или устранения микробной активности и замедления химических реакций, ухудшающих качество продукта. Срок годности – это время между производством продуктов питания, сбором урожая и достижением неприемлемости для потребителей. Независимо от типа хранения, все продукты в конечном итоге претерпевают изменения вкуса, цвета, текстуры и питательного статуса. Мороженое в целом – это очень деликатный продукт. Температура для нас является критической, скажем так, функцией в производстве и в хранении. Поэтому даже небольшая разница в 2 градуса может оказывать очень большое значение в качестве конечном и в сроках хранения. Смотровое окно на двери не случайно. Так как внутри камеры мы создаем специальную атмосферную среду и снижаем кислород до 1-2%, внутрь камеры заходить нельзя. Но нам обязательно нужно мониторить состояние яблок. Данные плоды были обработаны перед хранением метилциклопропен-1, ингибитором этилена. Очень важно во время хранения проводить анализ и мониторить, в каком состоянии находятся яблоки. Всегда перед смотровым окном выставляется несколько контейнеров с необработанными яблоками. Рядом ложатся сеточки с обработанными плодами для того, чтобы мы могли наблюдать в динамике, как ведут себя обработанные плоды и необработанные. Если на необработанных плодах возникают какие-то заболевания, то значит примерно через 2-3 месяца подобные заболевания могут проявиться на обработанных плодах. Соответственно, нужно камеру снимать с режима и начинать реализацию. Вы можете видеть, что данная камера до сих пор стоит под атмосферой. Сегодня у нас конец июля 2021 года. Данная камера была заложена и выведена под режим хранения 26 сентября 2020 года. И вы можете увидеть, какого качества яблоки до сих пор. Прекрасное состояние, сохранилась плотность, сохранилась гибкость плодоножки, она не засохшая, прекрасный цвет, нет болезней. Яблоки в великолепном состоянии. Как узнать, что требования по температуре на складе соблюдаются? С помощью мониторинга и документирования температуры. Температура в помещениях для хранения должна замеряться не реже 2 раз в день. В некоторых случаях температуру следует замерять 3 раза в день. Если измерять температуру 2 раза в день, то почти наверняка можно заметить какие-либо развивающиеся проблемы. Прогулка по объекту – хорошая практика, потому что это позволяет техническому персоналу замечать другие проблемы, которые могут возникнуть на складе, и начать работать над их решением, прежде чем они станут настоящими проблемами. Холодное хранение – важнейший момент – это фиксация температуры. Если у вас нет фиксации температуры на протяжении всего дня, суток, месяца, года, нет анализа, аналитики, соответственно, вы не контролируете ни продукт, ни температуру, ни на самом складе, ни в машине, в траке имеется в виду, ни при доставке, нигде. Понижение – оно не критично для продукта, а повышение температуры – это щелчок, назовем так, это для роста бактерий. После того, как мы собрали урожай и заполнили камеру, мы еще раз делаем анализы. И один из дополнительных анализов – это определение температуры внутри плода. Есть такие вот приборы, специальный внутриплодный термометр, тоже он электронный. Температура данного плода – 19 градусов. Данный показатель также очень важен при выходе камеры на режим. Электронные устройства особенно полезны, если вы хотите просматривать их каждый час, а также просматривать периоды за определенные дни и недели в сочетании с другими зарегистрированными параметрами, такими как промежуточное давление. Это действительно полезно, если вы устраняете проблему или пытаетесь улучшить свою систему охлаждения. Важно задокументировать свои письменные процедуры и как минимум два раза в день документировать температуру в холодильных камерах. Кроме того, эксперты GCCA предлагают документировать время калибровки термометров, чтобы можно было доказать, что вы точно калибруете их. Также советуется документировать дату проведения тренингов своих сотрудников, дату обучения новых сотрудников склада. В этом случае можно показать клиенту, что сотрудники склада своевременно обучаются всем процедурам и освежают знания по технологии. Если мы говорим про калибровку и поверку, то, к примеру, у вас есть 3-4 термометра. Из них у вас должен быть обязательно один эталон, в котором вы не работаете, потому что он является эталон, и по нему вы будете сверять данные с остальными, потому что бывает такое, что термометр просто выходит из строя. Поэтому важный момент обязательно поверки этих термометров как минимум раз в год, а то и два раза в год, калибровки этих термометров и своевременно в своевременной замене. Традиционно холодовая цепочка состоит из различных заинтересованных сторон, действующих по всей цепочке поставок, а требования к контролю температуры связаны друг с другом от места происхождения до конечной точки распределения товаров. Любое превышение температуры отрицательно скажется на качестве и безопасности продуктов. Следовательно, важность поддержания непрерывности холодовой цепи, особенно во время транспортировки, является ключевым фактором для сохранения цельности холодовой цепи. Хранение сегодня у нас на не очень высоком уровне, потому что, во-первых, недостаток самих холодовых складов. И мы в основном продукцию экспортируем именно после сбора. Не проводим какое-то предварительное охлаждение, потому что не хватает у нас емкости, не хватает оборудования. И это, опять же, сказывается на качестве продукции. Поэтому этот рынок, как я отметила, новый, и надо все больше повышать потенциал не только у владельцев этих складов, но и у самих фермеров, которые готовят продукцию после сбора к отправке, правильно ее хранение и охлаждение. До того, как ставить продукт, они забывают о консультантах, они забывают о процессах, которые нужно соблюдать. Почему? Потому что этот продукт очень живой, он дышит и активно дышит после срыва. Когда они заносят продукцию, они видят, что он свежий, он хорошо выглядит. А вот когда уже месяц проходит, два месяца проходит, там уже начинается порча и начинаются звонки или консультанту, или другому. Они забывают, что холодильник не является госпиталем, который лечит продукцию. То, что вы туда положили нормально и соблюдали все вот эти процедуры, это может вам сохранить продукцию. Если вы не соблюдаете его, как где-нибудь ошибку делаете, как это с человеком, то есть он уже портится. У нас, конечно, есть производители молочной продукции, они очень хорошо развиваются. Холодовая цепь у них должна быть поставлена, они это используют. А вот именно по плодовощным мы сейчас развиваемся. И мы помогаем, кто-то реализует, уже строят понемногу такие холодильники. И в целом это в будущем, я надеюсь, что наш продукт из Центральной Азии будет конкурентным во всем мире. Соблюдать условия, что немногие там хотят или стремятся, да, у нас как бы подход к бизнесу немножко иной. Мы, наоборот, стараемся, чтобы водитель не выключал установку даже во время заправки, не выключал установку во время сна. Ну, то есть машина завелась и выключилась только, когда приехала. Тренинги позволили понимать. К примеру, мы на загрузку, когда приезжали, мы установку не выключали. Даже если мы вскрыли ворота и подъехали в герметизатор, то установка работала. Нам объяснили, что смысла в этом нет. Практически все скоропортящиеся продукты будут перевозиться грузовиками на определенном этапе цепочки поставок. Я вам расскажу про наши рефы, которые у нас доставляют продукцию внутри Алматы и внутри города Нар-Султан. Это 10-тонники, мультитемпературные. Это означает, что мы можем одновременно ввести и сухой, и заморозку, и охлажденку. Требуемая температура должна быть указана во всей транспортной документации. Ненадлежащая транспортировка особенно влияет на качество и состояние продукта, то есть на его безопасность. Повреждения, усадка и порча товара влияют на доход компании, так как вам приходится делать скидки из-за потери качества и состояния товара. Доход компании также страдает из-за судебных издержек в связи с претензиями и судебными разбирательствами в связи с испорченными продуктами. Все это в итоге влияет на рыночную стоимость бренда, его узнаваемость и ведет к потере доли рынка вашего клиента. Бывали случаи, когда фура приезжает, а температура у нас не соответствующая. Такая фура будет утилизирована полностью. Продукты животного происхождения будут кремированы, все остальные продукты будут захоронены. Да, это убытки для компании, но здесь важный момент, с какой компанией вы работаете. Я имею ввиду транспортную компанию, которая доставляет вам продукты питания, снабжает ваш распределительный центр, то она всегда страхует все свои риски. И здесь уже подключается самостраховая компания, которая вам возмещает все убытки, которые вы понесли. Стандартная модель большинства перевозок – это перевозки на грузовых автомобилях или перевозки на пикапах. На пути от точки А к точке Б грузовой автотранспорт может делать несколько остановок. У вас может быть свой собственный специальный транспорт, или вы можете воспользоваться услугами транспортных компаний. У нас все рефрижиаторные контейнеры являются автономными. Грузоподъемность 27 тонн. Полный бак – это примерно 800 литров. Хватает от 14 до 20 дней. Ну, зависимо от температурного режима, который надо соблюдать. В онлайн-режиме мы можем контролировать весь температурный режим. Кстати, температурный режим работает по системе зима-лета. Получается, мы можем дать минус 20 градусов, плюс еще можем дать плюс 20 градусов. Это тоже очень хороший приоритет для наших лет. При транспортировке грузов данных всегда риски очень высокие. Это нестандартный груз, который загрузил, оформил кломбу, повесил, отправил. Здесь надо постоянно контролировать этот процесс. Обычно, когда мы под маршруту ТМТМ через Каспийское море перевозим данные грузы, эти контейнера, эти вагоны сопровождаются людьми. Те люди, которые тоже контролируют весь процесс перевозки, контролируют техническую часть. Это подача электроэнергии, это температурный режим, это соблюдение всех правил и санитарных норм. Это, конечно, очень затратно для основных перевозчиков. В данный момент эти риски тоже можем минимизировать. Это первые инструменты – страхование этого груза. Второй инструмент – это онлайн-контроль температурного режима. Третий инструмент – это бесперебойное прохождение границы. Заранее – это предварительная подача декларации, транзитная декларация на границу. Весь этот сервис в настоящее время мы в полном комплексе оказываем для наших лет. При поддержке правительства были реализованы проекты по развитию трансплогических центров. В рамках этих проектов было построено на станции «Сороковая», недалеко от города Астана, «Нусултан». Современный трансплогических центров, где построили склад температурного режима. Тоже современная технология внедрена. В настоящее время оно очень успешно работает. И аналогичный склад построили в городе Чимкент. В настоящее время у нас много проектов по развитию транзитных маршрутов. Это первый маршрут Китай-Казахстан-Европа, Китай-Казахстан-Россия, Китай-Казахстан-Турция, проект ТМТМ. Транс-Каспийский транзитный международный маршрут Китай-Казахстан-Средняя Азия. Это Узбекистан, Таджикистан, Туркмения. Субтитры создавал DimaTorzok